Развивайте свое дело вместе с любимым каналом. Сейчас этот сайт заблокирован, но осадок остался. Дата загрузки фотографий говорит о том, что сайт был активен, по крайней мере, в течение последних 20 дней. В очередной раз, теперь в Индии, был поднят вопрос о приватности данных и о том, насколько небезопасно быть мусульманским общественным деятелем в немусульманской стране. Многие неравнодушные мусульмане также высказали свою точку зрения по данному инциденту. Это не первый раз, когда мусульманские женщины становятся мишенью подобных нападок. Я не думаю, что полицию или кого-либо еще действительно беспокоят данные инциденты. Зайнап Сикандар Сидики, индийский политический аналитик, чья фотография также была использована на исламофобском сайте, сказала, что такой инцидент не является чем-то новым для мусульманских женщин в интернете. К сожалению, по ее словам, кибербуллинг настолько распространен, что он стал нормой. Женщины-журналисты и политические аналитики в интернете преследуются за то, что они высказывают свое мнение. Мои фотографии были преобразованы. Мое лицо было надето на тело женщины в бикини. Меня называли джихадисткой. И мне угрожали изнасилованиями. Мусульмане Индии отмечают. Число людей, которые пишут против них, так велико, что они уже устали сообщать о подобных случаях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...